Антон Павлович Чехов Толстый и тонкий Читает Екатерина Маловичко На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подёрнутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёрдоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами, картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. «Порфирий!» — воскликнул толстый, видев тонкого. «Ты ли это?» «Голубчик мой! Сколько зим! Сколько лет!» «Батюшки!» — изумился тонкий. «Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?» Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза полные слёз. Оба были приятно ошеломлены. «Милый мой!» — начал тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз!» «Ну да погляди же на меня хорошенько!» «Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щёголь! Ах ты, Господи!» «Ну что же, ты богат? Женат? Я уже женат, как видишь! Это вот моя жена Луиза, урождённая в Ансенбах, лютеранка. А это сын мой Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились!» Нафанаил немного подумал и снял шапку. «В гимназии вместе учились!» — продолжал тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили гиростратом за то, что ты казённую книжку папироской прожёг, а меня эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо, детьми были! Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урождённая в Ансенбах, лютеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живёшь, друг?» — спросил толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где? Дослужился?» «Служу, милый мой, калежским асессорам уже второй год, и Станислава имею. Жалование плохое, ну да бог с ним, жена уроки музыки даёт, я портсигары приватные из дерева делаю, отличные портсигары, порублю за штуку продаю». «Если кто берёт десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведён столоначальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже стацкий, а?» «Нет, милый мой, поднимай повыше», — сказал толстый. «Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею». Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились. Длинный подбородок жены стал ещё длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. «Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи-с. Хи-хи-с». «Ну полно», — поморщился толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание?» «Помилуйте». «Что вы-с?» — захихикал тонкий, ещё более съёживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства. Вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой Нафанаил. Жена Луиза Лютеранка, некоторым образом». Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены. Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.